Конечно, обидно сейчас было наблюдать за церемонией награждения у мужчин на 5000 метров, где не присутствовал Александр Румянцев, он остался четвертым. Но зато у нас есть возможность вернуться недолго назад и посмотреть, как проходила церемония награждения у девушек на дистанции 500 метров. И приятно констатировать, что, конечно, поздравить Ванессу Херцег с очередной победой разошлась. Она так в Коломне почувствовала победный дух. Это в Коломне было первое ее в карьере золото на взрослом уровне. До этого ей не доводилось выигрывать. Но вот это теперь получается первый этап Кубка Мира, который выиграла Ванесса Херцег. У Ирбановой уже такая приличная копилка медалей с этапов Кубка Мира. Ну и не забудем, что спринтерский чемпионат Европы, прошлогодний первый в истории многоборный спринтерский чемпионат она выиграла. Ну и призером чемпионатов мира она уже была. Ну и приятно приветствовать первый в этом сезоне подиум в исполнении Оли Фаткулины. Она вот даже сейчас, как каким-то таким немножко потерянным взглядом, стоит и улыбка немножечко натужная. Конечно, замучили бедную Олю всеми этими расследованиями, отстранениями. При том, что, в общем, реальных претензий к ней никаких. И банки без единой царапины, и в банках все нормально. Но вот заявили, что якобы она участвовала в какой-то госпрограмме. И все. И вот этого достаточно для того, чтобы человеку спортивную карьеру ломать. Но Ольга молодец. Она сражается, она борется. И я уверен, что будет еще бороться. И вот сегодняшняя бронза ей только в помощь. Кому-то она так хитро подмигнула. Еще разом. Да, Оля. Надеемся и верим, что все у тебя будет замечательно. И будут снова медали самых крупных международных стартов. Продолжение следует...